Лекция по железу. Вы знаете, не знаю я, а это быстро. Я хочу, чтобы нас стало больше. Причем я не завидую ни Мезинову, ни Макарова, а он опять прислал свои эти ролики. Никому не завидую. Вот. Вот я умудрюсь без фамилий сейчас и без названий. Одну единственную фразу сейчас пометлю. И думаю, почему эти не то толком не занимаются. Вот эти фразы. Смотрите, все убираю. Фамилию убираю, название. Сливы. Абсолютно привитивные. Хотели привезти на заказ, рука не поднялась. Вот у вас сливы, всем сливам сливы. Вот этот человек мне как бы это. Вот он меня поддержал морально. Почему? Он от меня, ну так бывает, у меня походил по саду, посмотрел. А потом сказал себе, а может я где-то в другом месте тоже пошел. Вот он хотел на заказ взять, да? Видели слово «хотел» и раздумал. Почему? Если он увидел, как он пишет, примитивные сливы, это китайцы, не трудно догадаться, да? Вот. А на хрена ему там саженцы? Ведь потом бы его взял, привез на север. Тут чуть-чуть на север, кедров 300-500, и люди бы вырастили, и то же самое начали бы морду бить, и чем привез. Так нет. Догадываетесь, почему это самое? А потом, что вкус испорчен, он мои сливы пробовал, этот человек. Вот. И все, теперь его уже ничего не устроит. То есть, разница заключается в том, что нельзя останавливаться. А я знаю, да, вот как бы, чтобы не обидеть человека, руководителя, я просто скажу так. Вот. 30 лет назад я там был, и эти сливы я ел, и прошло 30 лет назад, саженцы те же, сорта те же, сливы те же. Я это примерно так назвал. Если когда-то мы отставали капитально по всем позициям. Помните автопром? Люди ездили на Маздах, люди ездили на Мерседесах. Вот. А мы ездили хорошо, когда на Жигулях и на Запорожцах. Вот. И примерно в 1080 году, примерно плюс-минус один год, вот. А я же руководил этим самым гетеромеоцирическим отделением. Никелевого завода, да. У меня был свой штат этих самых, ну сколько, 360-380 человек. Это в прямом починении. Ко мне приходит это, два талона. Один на, это самое, на Жигули, а второй на Запорожец. Поняли, нет? Не поняли? Это значит, что только благодаря талону на Запорожец, 80-й год, а я не могу забыть, потому что талону вручал я двум этим, как это называется, двум передовикам производства. Ну тому, кто Жигуля, еще повезло. Но Запорожец, кстати, был тоже вручен, и те, кто не въездил. Вот, я прекрасно помню, как он разобрал однажды сломанный этот самый, значит, коробку передач. Он ее разобрал, там нужна была одна деталь. Я уже, когда ездил на Северный Кавказ в отпуск, и оттуда я ему привез по рыночной цене эту самую деталюшку, вот, чтобы он, это прошло несколько минут, чтобы он мог собрать коробку передач, и снова машина ездила. Вот это и был Запорожец. И вот, так вот, это то же самое, как вы поняли, да, какое дикое отставание было. Садоводство, оно такое же дикое. То есть, прошло 30 лет, как я обогащался с львами, они сейчас такие же. А почему я считаю, что селекция пожелиного? Видите, мы с вами уже о серьезных учреждениях говорим. А очень просто. Дело в том, что надо всегда из луча выбирать луча. А именно питомник дает эту возможность. Именно питомник. То есть, растут себе, растут, никому не мешают. Все это будет пропродано. Так. Бывает, что-то где-то потом не так, что-то не то. Можно и выбросить, не жалко. Вот. А луч из лучших, посмотрите. Это не селекция, а? Скажите мне, это не селекция, когда из сотен привитых саженцев, лучи остаются навсегда. А потом, что происходит? Вот сейчас, как бы мне, чтобы не быть голословным. Вот последняя фотография. Я там десяток таких сделал. Вот смотрите. Тут секретов нет. Секретов нет. Секретов нет. Секретов нет. Секретов нет. Ну, вот, например. Видели? Ну, это еще не самый показатель. Здесь можно взять черенков 40. Ладно, я хотел вас удивить. Нет, показалось мало. Вот. Вот. Это специальная обрезка. Видели? Посчитайте, сколько черенков привелся в последние годы. Посмотрели? И не только вот этот, а еще слева, смотрите. Это тоже маточники. Это все маточники. Сейчас я вам еще удивлю. Ого, ребята. Ну-ка, что здесь? Еще один. Это все привитое. Вот. Погодите. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот эти, кстати, груши. Сегодня мы с них собирали. Плоды. Ой, какие. Посмотрите, сколько. Вот это все приросты. Вот это все, что вы видите. Вот. Верхняя половина экрана. Это все однолетние приросты. Это мощнейший рост. Это здоровье. Найдите мне больную веточку. Где этот хрен, извините за выражение, манилез? Где? Ладно, в соседнюю. Ну, где манилез? Покажите мне его. А здоровье? А плоды какие? А вкус какой? Это еще молодое дерево. Пятый год сегодня. Но какое будущее у него? Будущее у него страшное. Маточное дерево. Все это будет срезано, оскоплено буквально. То, что я называл сырпом по этому месту. Вот это все будет. И ничего от этого не денется. Но я хотя бы вам доказал, что еще раз возвращаемся на место. Что маточный сад. Вот. Давайте еще посмотрим. Вот еще. Вот. Маточный сад. Это происходит. Ну, это уже следующая тема. Что он дает возможность заниматься отбором. Потому что, когда выделят эти две последние груши. Мощный рост. Полуторометровые пробеги. На каждом их по 50, по 80. Да? Конечно, она будет все из количества уничтожено. Но на данный момент. Это вершина всего. Ни болезни. Ничего. Нету. Согласны? И в результате. Можно считать это середцией. А когда-то это деревце-то было однолетним. Значит, чем-то оно понравилось, чтобы его ставили. Поняли, да? Вот это середция по железу. Качущий питомник. Да, выдавливается все это. Выдавливается, выдавливается. И выдавливается. Это все выдавливается. Потому что деревья так разрастается. Что питомнику надо искать новое место. Вот. И я, к сожалению, вынужден вам сказать, что я принял решение из оставшихся абрикосов вот еще половину выпилить. Другого места в стране для нас нет. Наших ребят никому не нужны. Никто их теплые места в виде ректоров, проекторов, директоров этих самых ИИ, ВУЗов, вот, ВСУ. Никто эти места тепленьким не отдадут. Потому что там делают деньги. Как и везде. Вот. А это значит, что там нищенские государственные деньги умудряются еще так разделить, что это никому не нужна эта самая наука. Вот. Еще одну тему раскрыл. А вы говорите, как сердечку посадить. Сколько нас я рассказывал. Вот это смотрите. Вот он, забор перед вами. Вот он забор. Вы делаете. Вот, вот, вот. А вот этот участок уже не наш. Вот интересно, он был, когда заброшен, это суток 10-15. Вот. Сейчас заросло лесом и уже не годится. Никогда уже не будет здесь ни пашни, ни картофеля, ни тем более сада. А вот эта часть не заросла почему-то. Казалось бы, здесь должно быть сад можно садить. И сейчас взять, допустим, поменять эту самую на бензокосе эту самую слеску на диск и выкачить все это. И... А здесь уже плохо будет расти. Почему? Потому что лучшая земля оказалась под деревьями. А где деревья росли, там это лучше, если для плодовых деревьев. Ну, поздно. Вот. Недавно, я сколько говорил, у нас, даже та в Сибири, когда была объявлена перестройка. Потом была частная собственность и колхозы развалились. Какой-то стал о-о-о, какой-то стал подкротым. Технику растащили. Все это было, вы знаете. Потом были какие-то... Ну, сейчас и пашут, и смотрю, что-то вращают даже. Все как бывает, что-то и правда вращают. Где-то по Сумухово вижу это поле. Где-то это самое. Ну, растят. Растят. Правда. Здесь очень плохие погоды условия. Бывает, в середине лета дикая засуха вот так поднимается пшеница. В середине лета. Вот так. И это видно на неваженном глазах. Места не совсем. А вот для садоводства можно было, преступная бездетельность провела за десятки лет к тому, что эти прекрасные места для садов, а это никого не волновало никогда, они стали зарастать в лесу. Вот. И это миллионы гектаров. А теперь представьте себе, что есть места, которые вот... как вот этот забор мой сосед. Вот. Она сейчас ни ему не нужна, никому не нужна. Вот. А здесь могли расти Денисея тут сто двести метров, и тут всё прекрасно могло расти. И таких мест только как раз ухудрили достаточно. И таких мест достаточно вплоть до Абакана. Но такую задачу никто никуда не ставил. И я сколько не говорил время от времени, показывал забросы участки. Бывало загородят, а стройка запрещена, туалет запрещено построить. Вот это всё я вам показывал. И с года в год вдруг недавно объявили, собираются принять закон о том, что участки, которые не возделаны, будут отбирать. Но это произошло года, они до конца поверьте, до конца зарастут лесом, и потом они никому не уйдут. Ну вот там где лес на дальнем плане. Ну что там можно теперь вырасти? Да ничего, а кому нужны эти же тополя и берёзы? И вот получается следующее. Что-то вроде бы сдвиг какой-то, вроде бы когда-то начнут отбирать. Вот. А я бы сделал следующее, потому что я гражданин России. я бы за каждую принял закон причём быстро. Вот впереди зима, ещё в зиму ничего не зарастает. Спасти остатки. Закон о подвесности. Вот. Комиссия пошла, вот такое увидела, всё теперь не ваше. И выставляет на аукцион за 5 рублей в гектар, или там 5 рублей в сутки. Заметьте, это мы. Вот. Ну а если ты желаешь за 5 рублей купить, будет 5, 10, 20 человек на место. Ну там можно и жребья просить. Вот. И второе предложение. Объявить заброшенные участки заповедными именно для садоводства. Именно для садоводства. Вот. Ладно, сейчас я не немножко пропущу то, что хотел вас. Да просто жалко уже времени. Вот. Смотрите сюда. Я вас знакомил с Хонином Виталием Павловичем. Так. Серьезный мужик. Значит, почему я еще раз телефон? Дело в том, что пока такие люди, ну, порядка с величайшей. Величайшая редкость. Вот. С их с определенными талантами, с их этим все равно. Душа, они все садоводы. Сейчас прошу прощения. Прошу прощения, у меня вебинар. Напиши, что хочешь, я потом отвечу, прощу вебинар. А, ну, потом отвечу. перенесу вебинар на воскресенье, получается, я занят, извините. Вот. Я к чему говорю? Дело в том, что я засыпился не за Хонино, хотя с него может получиться великолепный ученый. Вот. Великолепный. Причем, это не обязательно. Вот сейчас образование всегда помешает. Помните, у нас шикарное образование. А ты кто такой? Вы кто такой? Какой-то металлург. А потом такая хинею несли, что до сих пор я в себя прийти не могу. Вот. Отголоски сейчас есть как-нибудь. Ну, нельзя все время про них те же. Пусть пока живут. Я про них еще потом вспомню. А такие люди, да, и я засыпился не за Виталия Павловича. Вот. Хотя, ну, я о нем рассказывал, помните. Кстати, эта фраза меня подкупила. Это он пишет. Постараюсь, чтобы вас воздал весь Казахстан. Дело в чем? Казахстан для меня, там живут такие же люди, как мы. Я не разделяю наших братьев-украинцев, вот, белорусов и казахстанцев, и русских. Для меня это все один народ, потому что пол Казахстана это наши люди. Все, кто на русском языке говорят, это наши люди. Так вот, Апорт Алматинский. Гордость Казахстана. Да, действительно, считается, что родина, гордость, это все правильно. А как случилось? Была великий исход с Казахстаном. Уезжали русские, евреи, немцы, украинцы. Им там было некомфортно. якобы по тысяче долларов, за тысячу долларов продавали хорошие дома, хорошие. Потому что, ну, фактически, это была это, эмиграция, насильственная. А казахи, якобы, чистокровные казахи, первым делом, занимая дом, вырубали плодовые деревья. Я сейчас не могу в это поверить. Но у меня ни одного знакомого нет до сих пор. Вот вы знаете, раз смотришь, приходит весточка из Швейцарии, ну, это наш, русскоязычная. Приходит весточка из Эстонии, приходит из Израиля, приходит из Германии. Ну, единичное случая, это не массовое явление. Вот. И везде наши люди. Вот. А как получилось, чтобы потеряли то самое наследие? Как можно опор алматинский потерять? Сейчас. Вот не планировал, ну, чего это самое? Не придирайся ко мне, не планировал. Если я сейчас наберу, а у кого он есть в чистом виде? Да вы же догадались у кого. Правильно. Чернобаева. Чернобаева. Где-то я не так вспоминал его. О, Черноб. Вот, смотрите. Сейчас я возьму, ну, понимаете, что я этого не собирался говорить. ну, я говорю о самых злободневных вещах. Почему нам Хонин нужен? Он в Казахстане живет. А кто теперь возвращает в Казахстан, будет опор алматинский? Ну, это сами понимаете. Вот он, художник. Вот. я хотел отдельно передачу посвятить. Ну, посмотрите. Отдельно. Не могу, не могу пропустить. Ну, вы догадались, откуда он черенки брал. Догадались, догадались, догадались. Я буду висать, пока не увижу апорта. догадались, догадались. Это все на среде Железова. Я всегда гордо говорю. А то приезжал к нему очень именитый этот самый писатель и по саду ходил, а потом из ролика везде вырезал фамилию Железова. Так бывает. А я доволен, что я отвлекся. У меня душа отдыхает. Вы знаете, это, я никогда не завидую, я говорю, дружба с такими людьми меня возвеличивает. Леонид Дмитриевич считает меня другом. Вот это ближе к теме. Я все подряд листаю. Но можно залюбоваться этими самыми видами. Вот пожалуйста. Апорт красный. 550 грамм. Как вам? Апорт. Антоновка ладно живет. Персик Хасанский. Ладно. Снова апорт. этого милая супруга. Ничего хватит или дальше? Или уже до конца любоваться? А, мне вот эта фотография больше всех нравится. Вот. Все, не буду дальше. Вот. Вы же не все валидолом запаслись. Поэтому я вас пожалею, дальше не буду. Видели? Вот. Теперь я ищу нашего друга хоня. Вот он молодого человека, да? Вот его телефон. Вот. Вы же значит телевизор знаете его от Федоровича, да? Он как бы лидером стал среди наших. вот еще один будущий лидер. Вот. если по это надо. Почему? Там в горьком письме было еще одно. Там было сказано, что наука, официальная наука в Казахстане деградировала. Вот это слово, страшное слово. Вот. И, наверное, они сейчас сидят и что-то делают, и диссертации пишут. Вот. Конторы всегда пишут. Если считать количеством изведенных бумаг, наверное, работает. Поняли, почему я говорю? Каждый такой человек, который приходит к нам, нашу команду, он на вес золота.